Так, еще раз здравствуйте всем, кто уже подсоединился, тем, кто в процессе подсоединения. Меня зовут Екатерина Березина, я заместитель директора образовательного центра i-Class, и сегодня мы для вас проведем этот полезный вебинар о международных экзаменах, обступительных требованиях в университете за рубежом. Расскажу вам подробно, что из себя представляют, какие экзамены, когда их надо сдавать и как к ним надо готовиться. Постараюсь очень долго не затягивать и уложиться там примерно минут в 45, ну, в час максимум. Роман спрашивает, что сделать, чтобы звук лучше был. Роман, попробуйте сделать динамики погромче, включить ваше. У меня микрофон включен на полную громкость, и вроде другие участники вебинара пишут, что им все слышно. Так вот, давайте продолжать. i-Class, образовательный центр i-Class. Я надеюсь, что теперь вы видите не только меня, но и мою презентацию. Так, сейчас, одну секундочку. Мама, будет что-нибудь интересное, сказал? До 30-го сидим дома. До 30-го. Так, видно мою презентацию вам? Видно. Но плохо, да? Сейчас попробую. Вот, отлично. Вот так вот видно полный экран, я надеюсь, да? Чтобы было не только видно, но и видно все, что там написано. Итак, образовательный центр i-Class. Чем мы можем быть вам полезным? Мы занимаемся полным спектром услуг в области образования за рубежом. Занимаемся этим уже давно, более 20 лет. Помогаем вам выбрать страну для получения образования за рубежом, университет, учебную программу, подготовить документы, подать заявление на визу, получить учебную визу. Конечно же, подготовиться к международным экзаменам, организовать проживание во время обучения за рубежом и сделать максимально комфортным для вас весь процесс поступления и обучения в школах и университетах за рубежом. И, естественно, как я уже сказала, подготовка к международным экзаменам одна из наших направлений деятельности, поэтому сегодня мы именно с вами поговорим и поговорим с вами подробнее. Вообще все экзамены можно разделить на несколько групп. Это прежде всего языковые экзамены по английскому языку, которые помогают подтвердить ваш уровень языка на необходимый уровень для образования за рубежом, из-за того, чтобы лечиться полностью на английском. К этим экзаменам относятся к этой группе, относятся IELTS, TOEFL экзамены, самые распространенные, также кембриджские экзамены, FCE, CEE, CPI и другие экзамены, например, Pearson, Longman и так далее. Следующая большая группа – это академические экзамены, которые проверяют уже не ваш уровень английского языка, а ваши знания, ваши навыки, ваши навыки мышления и знания в определенной области. Это такие экзамены, как SAT, ACT, GMAT, GRE. А также следующая группа – это экзамены, которые необходимо сдавать непосредственно для поступления в конкретные университеты или конкретные специальности высшего образования за рубежом. Например, такие экзамены зачастую нужно сдавать при поступлении в университеты в Финляндии, иногда Голландии, Венгрии. Какие же экзамены, когда, нужно сдавать и куда? Если мы говорим про поступление на бакалавриат, программы бакалавриата, на которые мы поступаем сразу после окончания школы или получения среднего образования в России, нам, естественно, будет необходимо прежде всего сдать языковой экзамен. Единственное, можно сказать, исключение из этих правил – это вузы в Финляндии, которые далеко не всегда требуют сдачу языкового экзамена. Но мы ориентируемся на то, что большинство стран, большинство университетов – это как англоязычные страны – Америка, Великобритания, Канада, так и страны не англоязычные, но и где есть программы на английском языке, например, Испания, Голландия, Швеция – требуют подтверждения вашего уровня языка и сдачи экзамена IELTS или TOEFL. Также для поступления на бакалавриат, например, в США или в Финляндии, во многие вузы, на многие программы, может понадобиться сдача экзамена SAT либо его аналога экзамена ACT. Если же вы поступаете на магистратуру, то, опять же, вам будет 99%, что вам необходимо подтвердить ваш уровень английского языка, то есть, опять же, сдать экзамен IELTS или TOEFL. А также при поступлении на некоторые программы, сдать экзамен GMAT, GRE или экзамены специализированные, например, для юристов, для будущих медиков и так далее. Давайте поговорим теперь подробнее про каждый экзамен. IELTS – это самый распространенный экзамен, самый востребованный среди тех, кто планирует учиться за рубежом, а также среди тех, кто планирует иммиграцию в англоязычные страны. Это экзамен, который проверяет ваше владение английским языком по четырем аспектам – аудирование, чтение, письмо и устная речь. Заметьте, что отдельного раздела по грамматике или по лексике в этом экзамене нет, но, тем не менее, знания в этих областях, естественно, тоже проверяются просто на основании того, как вы сдаете другие разделы экзамена. То есть, например, на основании вашей письменной части, вашего сочинения экзаменаторы также проверяют, насколько хорошо вы владеете грамматикой, насколько у вас богатый словарный запас, насколько вы можете пользоваться, правильно пользоваться правилами пунктуации и орфографии в английском языке. Экзамен оценивается от 0 до 9 баллов. 9 – это максимум, который соответствует практически уровню proficiency в английском языке. Для того, чтобы поступить на программу бакалавриата, вам нужно ориентироваться на сдачу экзамена на 6-6,5 баллов. Следствие у вас отключения, когда университет готов принять вас с экзаменом IELTS, с данным на 5,5 баллов из 9 возможных. Что это такое, если мы говорим человеческим языком? Уровень 6-0 – это очень хороший уровень intermediate, начало APA intermediate. 6,5 баллов – это уже уровень APA intermediate. Если мы говорим про поступление на магистратуру, то здесь мы ориентируемся на средний результат в 7-0 баллов. А это уже конец университета, начало advanced. То есть практически свободное владение английским языком. Как же сдается экзамен IELTS? В настоящее время, мы говорим неконкретно, да, про сегодняшнюю неделю, месяц, более широкий временной промежуток, экзамен можно сдавать в двух форматах. На компьютере, то есть онлайн-формат, и на бумаге, в привычном нам формате, с карандашом в руках. Онлайн-формат появился не так давно, ему меньше года, поэтому только набирает свою популярность, но в целом имеет ряд преимуществ. Если вы сдаете экзамен IELTS онлайн, то результаты вашего экзамена вы получаете уже через 5 дней. Если вы сдаете его в привычном, более привычном нам формате, на бумаге, то результаты получаете через 2 недели. Стоит отметить, что независимо от формата экзамена онлайн, либо на бумаге, устную часть экзамена вы до сих пор по-прежнему сдаете один на один в живой беседе с человеком, не за компьютером. Это очень важное отличие экзамена IELTS от экзамена TOEFL, который будем обсуждать чуть позже. Что касается подготовки к экзамену IELTS, в целом подготовка к нему должна занимать от 3 до 6 месяцев. Нужно понимать, что подготовка к этому экзамену – это именно подготовка к формату экзамена, к экзаменационным требованиям. Это решение заданий в формате экзамена. Это получение навыков по правильному оформлению, заполнению бланков, по правильному ведению беседы в устной части экзамена. То есть подготовка к экзамену – это ни в коем случае не повышение вашего языкового уровня. Хотя, естественно, когда вы готовитесь к экзамену по-английскому, конечно же, вы расширяете свой словарный запас колоссально. Вы, естественно, отрабатываете, да улучшаете ваши грамматические навыки, ваши навыки аудирования. Но прежде всего, задача наша за эти 3-6 месяцев подготовиться к успешной сдаче экзамена. Поэтому, если вы планируете сдавать экзамен, например, в сентябре, то готовиться к нему нужно начинать по крайней мере в июне, в мае. Но для того, чтобы начать готовиться к экзамену, нужно заранее понимать, что ваш уровень языка должен быть по крайней мере уверенный интермидиат плюс. То есть, если ваш уровень языка сейчас еще элементария, то готовиться к экзамену IELTS, как, впрочем, и другим международным экзаменам, вам пока что бесполезно. Сначала подтягиваем наш уровень языка до более высокого, и затем начинаем готовиться непосредственно к формату экзамена IELTS. Двигаемся дальше. Если у кого-то будут возникать вопросы по экзаменам, то я с удовольствием отвечу на них на всех после окончания нашего вебинара, вернее, в конце окончания вебинара, либо устно, либо на ваше сообщение в чате. Так что двигаемся дальше, переходим к следующему экзамену TOEFL. TOEFL тоже очень популярный экзамен, очень востребованный во всем мире, который также проверяет ваши четыре навыка владения английским языком. Аудирование, чтение, письмо и устная речь. Главное отличие экзамена TOEFL от экзамена IELTS, что он сдается только за компьютером. Альтернативы нет. И более того, все четыре части экзамена проходят за компьютером, включая устную речь, которую вы сдаете, также сидя перед монитором вашего лэптопа. Что это значит? Что вы сами в наушничке слушаете задания, вопросы и сами себя записываете в микрофон. Кому-то может показаться, что это довольно привычный и удобный формат, особенно сейчас, когда многие уже каждый день все больше и больше привыкают к онлайн-обучению, к дистанционным занятиям. Но, тем не менее, с точки зрения организации, экзамен TOEFL более сложный, потому что вы записываете себя, свой устный ответ находясь в одном помещении с большим количеством людей, которые также дают этот экзамен, поэтому могут быть различные технические накладки. К этому нужно быть готовым. Сам экзамен TOEFL оценивается в 120 баллов. Это максимальное количество баллов, и это уровень proficiency. Так же, как и в экзамене IELTS 9.0, TOEFL 120 максимальный, нельзя сказать, что он недосягаемый уровень, но уровень мечты. При поступлении на бакалавриат вам необходимо показать ваш уровень английского языка, оцененный 79 и выше баллов по шкале TOEFL. При поступлении в магистратуру минимальный балл будет 89, но многие университеты требуют балл от 100 и выше. Также важное отличие экзамена TOEFL от экзамена IELTS – это в типе и формате заданий. TOEFL, можно сказать, больше подходит тем, у кого более аналитически склад ума, тем, кто больше увлекается точными науками, кто больше склонен к таким предметам, как математика, IT, менее гуманитарной личности, в то время, когда IELTS скорее рассчитывает на более гуманитарных творческих людей. Но если вы не знаете, какой экзамен выбрать, попробуйте выполнить задания и в одном, и в втором формате. Вы сразу же поймете, что именно для вас будет легче. Также стоит отметить, что экзамен IELTS принимается практически во всех странах всеми вузами. И в Америке в том числе, и в Великобритании, в Голландии, в Германии, где угодно. Экзамен TOEFL принимается большинством университетов, но, к сожалению, он не подходит вам в том случае, если вы планируете обучаться в Великобритании, потому что экзамен TOEFL не подходит для получения учебной визы в Великобританию. Это очень важно понимать до того момента, пока вы начнете готовиться к экзаменам. Дальше. Экзамен SAT. Я уже говорила ранее, что это экзамен, который необходимо сдать при поступлении на программы бакалавриата во многие американские вузы и в некоторые, с каждым годом все больше и больше, финские университеты. Что такое экзамен SAT? Можно сказать, что ЕГЭ, который сдают российские школьники у нас, это аналог американского экзамена SAT. Сам же SAT сдают американские школьники в конце обучения школы, то есть в последнем выпускном классе. Он является выпускной экзамен и в то же время вступительный экзамен в университеты. При этом экзамен не адаптирован к иностранным студентам. Это значит, что если вы беретесь за сдачу экзамена SAT, вы его сдаете наравне с американскими школьниками, для которых английский язык родной, естественно. Экзамен включает в себя три раздела. Это вербальная часть, языковая часть, куда входит задание на английском языке, как если бы вы сдавали английский как родной. Также экзамен включает в себя раздел по математике, куда входит задание и по алгебре, и по геометрии, а также сочинение. Притом сочинение — это скорее сочинение по литературе. Вам необходимо проанализировать неадаптированную речь американского политика на средства художественной выразительности. Согласитесь, не самый простой вариант экзамена, потому что российские школьники к нему не привыкли, а американские школьники к нему готовятся около двух лет, так же, как российские школьники готовятся к ЕГЭ. Поэтому нужно понимать, что подготовка и сдача экзамена потребуют достаточно большого усилия, затраты времени и мотивированности каждого студента. Сдача экзамена SAT проходит за пределами США 4-5 раз в год, а подготовка к экзамену для иностранных студентов должна занимать от 6 до 12 месяцев. Здесь, к сожалению, нужно точно понимать, что за 3 месяца подготовки вы не сможете сдать, подготовиться тщательно и сдать экзамен на нужные вам баллы. Поэтому начинайте готовиться заранее. Лучше всего это делать еще в начале 10 класса. Не откладывайте это на последние сроки 11. 11. Что касается языкового требования для сдачи экзамена SAT. Официальных требований нет, но мы же понимаем, что чтобы сдать экзамен наравне или даже лучше, чем американские школьники, ваш уровень английского языка должен быть практически свободным. То есть это должен быть, по крайней мере, уровень APA Intermediate. Помимо общего экзамена SAT, который включает в себя язык, математику и сочинение, также есть экзамен SAT Subject, то есть SAT по предметам, аналог, да, ЕГЭ, по предметам, ЕГЭ профильный. SAT Subject вы можете сдавать в том случае, или вам необходимо сдавать в том случае, когда вы поступаете на бакалаврят в топовые университеты на сильные программы в той или иной области. Например, если вы поступаете на программу в сфере области математики, IT-технологии в топовые университеты, например, в MIT, то вам понадобится сдать экзамен SAT общий, а также экзамен SAT дополнительно по углубленной математике и, например, по углубленной физике. Дальше двигаемся. Переходим к более взрослым экзаменам. Это экзамен GMAT, который необходимо сдавать при поступлении в топовые университеты или на топовые программы магистратуры в области бизнеса менеджмента или на программы MBA. Экзамен GMAT – это не проверка, опять же, вашего знания английского языка. Это проверка вашего умения мыслить, аналитически думать, анализировать информацию, а также на общий уровень вашего развития. Согласно результатам этого экзамена, университет понимает, насколько вы соответствуете требованиям, предъявляемым студентам, магистрантам, и также, насколько вы сможете в дальнейшем работать в сфере бизнеса, предпринимательства, менеджмента, маркетинга. Экзамен состоит из двух частей – это вербальная часть и математическая часть. Задания действительно очень сложные, поэтому, опять же, надеяться, что вы зададите этот экзамен на сколько, подготовившись к нему за месяц-два. Это очень авантюрное мероприятие, потому что подготовка к экзамену требует от полугода и более. Задания в самом экзамене включают в себя не столько прямые задания на лексику или орфографию или написание сочинений, сколько задания на логику, на то, насколько вы можете найти необходимую информацию, проанализировав несколько видов таблиц, прочитав несколько вариантов текстов, суммировав информацию из разных источников, проанализировав ее и выдав свой вариант ответа. Опять же, уровень языка для сдачи экзамена GMAT должен быть практически свободный. Ниже, чем уровень APA Intermediate, к сожалению, сдавать этот экзамен и даже начать с ним готовиться практически бесполезно. Поэтому, если вам необходимо сдавать два экзамена, так, скорее всего, и будет. Это языковой экзамен IELTS, либо TOEFL и экзамен GMAT. Сначала мы подтягиваем уровень языка, после этого мы сдаем языковой экзамен IELTS, либо TOEFL, убеждаемся, что у нас действительно высокий балл, и после этого готовимся, сдаем экзамен GMAT. Экзамен GRE, да, следующий экзамен, который может понадобиться для поступления на программу магистратуры университета за рубежом, экзамен GRE, зачастую или иногда он может служить аналогом экзамена GMAT или его заменителем. Но экзамен GRE чаще требуется для поступления в магистратуру, например, на программу в сфере экономики или также менеджмента маркетинга. Существенное отличие экзамена GRE от GMAT – это то, что в экзамене GMAT более сложная математическая часть, но более простая вербальная часть. В экзамене GRE наоборот, математика достаточно простая. По крайней мере, с ней спокойно справляются школьники, даже школьники до 10 класса. Но в экзамене GRE очень сложная вербальная часть, которая требует просто колоссального словарного запаса. Так же, как экзамен SAT, экзамен GRE бывает не только общий, но и предметный. Например, по психологии, по химии, по иностранному языку. Такой экзамен необходимо сдавать при поступлении на программы аспирантуры или на программы магистратуры узкоспециализированной. Как я уже говорила ранее, помимо экзаменов международных, которые выдают один экзамен, его результаты принимают в разных университетах в разных странах. Есть еще экзамены, которые вы сдаете непосредственно по специальности в конкретный ВУЗ или в конкретную ассоциацию университетов. Так, например, происходит в Финляндии. Вообще, Финляндия сейчас довольно популярная страна, которую многие студенты, особенно школьники, рассматривают как первую страну для поступления после получения среднего образования. И вот для поступления в финские университеты прикладных наук у нас есть два варианта. Это либо сдать экзамен SAT, о котором мы говорили ранее, либо как раз-таки сдать экзамен по специальности, по той специальности, на которой вы подаете документы. Таким образом, вы можете сдавать экзамен, например, по международному бизнесу, по туризму, гостиничному либо ресторанному менеджменту, по сестринскому делу, по бизнесу в сфере IT, а также по информационным технологиям либо инженерным технологиям. Сам экзамен по специальности может проходить либо очно, также он в Петербурге может сдаваться, либо в вашем родном городе, если повезет, или в университете в Финляндии, или онлайн. Выбор очно либо онлайн зависит либо от университета, от его вступительных требований, либо, как в данный момент, от общей ситуации международной. Что же из себя представляют очные вступительные или онлайн вступительные экзамены по специальности в Финляндии? Они обязательно включают в себя следующие разделы, вы видите их на экране. Это профильные задания, они зависят от того, на какую специальность вы поступаете. Если вы поступаете на инжиниринг либо информационную технологию, то, естественно, что вам нужно продемонстрировать на экзамене, хорошие навыки, хорошее знание, владение материалом по математике, алгебре и геометрии, а также по физике или химии. Если вы поступаете, например, на программу в сфере международного бизнеса, то вам будут предложены на экзамене вопросы по прочитанному материалу по вашей специализации. Например, это может быть отчет о деятельности какой-то финской компании, коммерческой компании, которая включает в себя информацию по менеджменту компании, по финансам компании, по маркетингово-стратегическому планированию конкретно этой компании. Вам этот весь материал нужно переработать, понять, разобраться, проникнуть вообще в основы менеджмента, маркетинга, рекламы, финансов, управления и после этого выполнить на самом экзамене задания по этому материалу. Это могут быть как тестовые вопросы на понимание материала, вопросы по лексике, которые вы встречали в материале или вопросы более творческого характера. Также все вступительные экзамены университета в Финляндии обязательно включают в себя задания по математике. Понятно, что если мы говорим про специальности обучения инженеринга или IT, это само собой разумеющееся. При поступлении на бизнес, да, математику вы тоже сдаете. Более того, математику вы сдаете, даже если поступаете на туризм, на сестринское дело, на работу в социальной сфере. Навыки вычисления, сложения обязательно необходимо продемонстрировать. Просто в зависимости от вашей будущей специальности задания по математике будут чуть проще или чуть сложнее. Также все экзамены включают в себя обязательно сочинения, в том случае, если экзамены проходят в очном формате. Сочинения входят в том числе и в экзамены, например, на информационную технологию. Просто опять же, в зависимости от вашей специальности, сочинение будет либо более развернутое, более сложное, или более сжатое, состоящее из ответа на одного вопроса. Также практически все экзамены включают в себя собеседование, кроме экзаменов, очных экзаменов на специальности в области инженеринга и IT. Если вы поступаете на эти технические специальности, собеседования у вас не будет, если вы очно сдаете экзамен. Все остальные экзамены включают в себя собеседование. И обязательная секция во время экзамена – это вопросы по мотивации. Они могут быть представлены как в вузном формате в виде собеседования, в рамках собеседования, либо в писемном виде, в виде задания, темы сочинения. Что такое вопросы по мотивации? Таким образом, университет, приемная комиссия определяет, насколько вы действительно заинтересованы в поступлении именно на эту специальность, выбранный вами университет, насколько вы действительно хотите учиться именно в этой стране, именно в Финляндии, а не какой-либо другой, и насколько вы соответствуете вашей выбранной специальности. Например, при поступлении на программу в области сельско-женского дела приемная комиссия хочет четко понимать, что вы осознаете, чем вам придется заниматься в дальнейшем, что из себя представляет работа в сфере здравоохранения, и что вы, как кандидат от поступления на эту программу, обладаете всеми необходимыми навыками для работы, зачастую непростой работы в сфере здравоохранения. Также все экзамены обязательно включают в себя проверку вашего уровня английского языка. Ни один экзамен при этом не включает в себя отдельную секцию по английскому, но на основании вашего сочинения, прохождения собеседования, письменного или устного ответа на разные экзаменационные вопросы. Экзаменаторы обязательно смотрят, насколько ваш уровень языка соответствует необходимому. Сможете ли вы учиться на английском языке, обладая вашим уровнем языка? Поэтому, если вы, например, планируете поступать на инжиниринг и рассчитываете, что раз вы прекрасно разбираетесь в математике, физике и химии, то и без английского языка возьмут нас на программу, к сожалению, это не так, потому что этот экзамен включает в себя обязательно минимальный порог по английскому языку, которому необходимо пройти, чтобы в дальнейшем вас рассматривали, оценивали решенные вами задания по математике, физике и химии. Давайте двигаться дальше. Когда же нужно сдавать экзамены при поступлении в разные страны и какие экзамены нужно сдавать? Начнем с Финляндии, раз мы только что с вами о ней говорили. Как мы с вами обсудили, да, для того, чтобы поступать в финские университеты прикладных наук, вы можете сдавать либо экзамен SAT международный, либо экзамен по специальности. При этом в большинстве университетов экзамены языковой отдельно IELTS либо TOEFL вам сдавать не надо, за исключением некоторых только вузов. Так вот, если вы решили поступать через экзамен SAT, то крайняя дата сдачи, на которую нужно ориентироваться вам, это декабрь 11 класса. Да, формально во многие вузы вы можете сдать экзамен SAT в марте 11 класса, достать ваши результаты. Но это уже достаточно рискованное предприятие, потому что всякое может случиться, вы заболели накануне экзамена, завалили его и полностью провалили все поступление. Поэтому ориентируйтесь на то, чтобы сдать экзамен SAT. Либо оптимальный вариант в мае 10 класса, либо в октябре-декабре 11 класса. Если же мы с вами говорим про очные вступительные экзамены финские вузы, то они в основном проходят в марте-апреле 11 класса. При этом готовимся мы к ним, естественно, тоже заранее. Несмотря на то, что кажется, что апрель 11 класса это еще, может быть, для кого-то совсем не скоро, подготовка к экзаменам по специальности мы начинаем с сентября 11 класса. Если же мы с вами поступаем в университеты Америки, здесь необходимо, естественно, сдавать языковой экзамен IELTS либо TOEFL на ваш выбор. И очень мы его рекомендуем вам сдать в 10 классе. Либо в середине 10 класса, плюс перед Новым годом, либо в конце 10 класса. Потому что для поступления в хорошие топовые университеты США и также для получения какой-либо стипендии вам крайне желательно, иногда и просто необходимо, и обязательно сдать экзамены с IT, которые мы ориентируемся на сдачу в начале мая 10 класса или в августе-октябре 11 класса. Потому что большинство американских вузов документы вам необходимо подавать до Нового года 11 класса, а если подаете на стипендию, то для большинства случаев это ноябрь 11 класса. Соответственно, не сдав экзамены с IT к этому сроку, вы можете не успеть подать документы или просто на стипендию, или вообще в университет. Дальше. Если мы поступаем в те страны, где нам нужно сдать только языковой экзамен, IELTS либо TOEFL, например, для Великобритании только IELTS, то мы ориентируемся на сдачу экзаменов все равно заранее. Конец 10 класса, начало 11 класса – это оптимальные строки, потому что, естественно, несмотря на то, что вы будете учиться за рубежом, школу закончить в России необходимо, и ЕГЭ сдать все равно вам необходимо. Поэтому 11 класс лучше по максимуму при возможности разгрузить для того, чтобы успешно закончить школу и сдать экзамен ЕГЭ. К тому же, если мы поступаем в университеты за рубежом, в США, в Великобританию, нам также будет необходимо написать с вами мотивационное письмо, которое прикладывается в пакеты документов. А это тоже занимает определенное время, время для написания, для вычитывания, для подготовки к написанию мотивационного письма. Поэтому не перегружайте в свой 11 класс, старайтесь сдать все заранее. Если же вы поступаете на магистратуру, когда и что сдавать? В принципе, можно ориентироваться на те же сроки. Просто вместо класса подставьте слово «курс». Соответственно, языковые экзамены IELTS либо TOEFL оптимально сдать в конце предпоследнего курса, то есть в большинстве случаев это третьего курса, или до нового года последнего четвертого курса. Если же вам необходимо сдавать экзамен GMAT либо GRE, то, соответственно, сдвиньте все на полгода назад. Языковой экзамен сдаем к концу третьего курса, как самая поздняя, и начинаем после этого полугодичную программу подготовки к экзамену GMAT либо GMAT. Как же должен быть устроен процесс подготовки к экзамену? Как он устроен у нас, в нашем учебном центре I-класс, и как он должен проходить, даже если вы готовитесь к экзамену самостоятельно? Эти пункты плана, которые перед вами, можете прямо себе сфотографировать, записать, именно по ним идти степ-бай-степ, то есть шаг за шагом готовясь к экзамену. Прежде всего, нужно максимально точно определить ваш языковой уровень. Не просто пройти онлайн-тест, там за 20 минут определить ваш уровень грамматики, а комплексное тестирование. У нас в I-класс, оно длится почти полтора часа. Включает в себя сложный тест по грамматике, по лексике, сочинение и обязательно собеседование. После чего мы разбираем вместе с вами ваши результаты, рассматриваем ошибки и определяем, какой на самом деле у вас сейчас уровень языка. После этого мы определяемся, какие у нас есть сроки, какие цели и задачи мы перед собой ставим. То есть, какой экзамен нам нужно сдавать, когда и какие баллы нам необходимо получить. Исходя из нашего исходного уровня языка и наших целей, задач и сроков, мы составляем индивидуальный учебный план. Когда нам нужно вытянуть уровень языка до необходимого? Когда нужно начать готовиться и сдать первый экзамен? Когда и сколько нам нужно готовиться ко второму экзамену? И после этого начинаем обучение. Либо в группе, именно в той группе, которая соответствует вам, вашему уровню, вашим срокам, вашим задачам. Либо начинаем индивидуальные программы занятий. Также постоянно мы отслеживаем нашу успеваемость, наши результаты. Как у нас получается сдавать раздел аудирования по экзамену IELTS? Сколько баллов мы регулярно получаем? И как улучшаются наши результаты в течении занятий? Обязательно до того, как выйти на финишную прямую, нужно сдать пробный экзамен. Полноценный пробный экзамен в формате реального. С полностью засеченным временем. На настоящих бланках. Потому что только так вы сможете почувствовать атмосферу экзамена и оценить свои действительно шансы на получение необходимого балла. Если же после пробного экзамена вы увидите, что по баллам, например, вы не дотягиваете, у вас еще будет оставаться хоть какой-то запас времени, чтобы усилить занятия, подтянуть там расседающие аспекты и все-таки рассчитывать на необходимый балл в результате. И только после этого мы сдаем уже официальный экзамен. Обязательно помните, что нельзя сдавать экзамен впритык к дедлайну по подаче документа. У вас должно оставаться, по крайней мере, одна-две возможности для пересдачи экзамена, если мало ли что-то пошло в день экзамена не так. Что касается подготовки к экзаменам, то мы в iClass, естественно, предлагаем вам готовиться индивидуально с преподавателем или в группах соответствующего формата. Группы все небольшие, это обязательные условия, это максимум 5 человек. Таким образом, процесс подготовки к экзаменам проходит максимально эффективно. Часто спрашивают, какими учебными материалами стоит пользоваться, какой учебник вы посоветуете для подготовки. Вот, к сожалению или к счастью, я не могу вам посоветовать ни одного, конкретно одного учебника, который позволит вам полностью подготовиться к экзамену. Потому что мы готовим к экзаменам и вам рекомендуем делать так же, используя как минимум 5-6 пособий по каждому экзамену. Потому что это должны быть пособия по грамматике, естественно, по расширенному вокабуляру, примеры тестов и заданий, определенные учебники по работе с навыками аудирования для конкретного экзамена. Только если вы используете сразу несколько пособий, вы сможете гармонично запускать в шуре и ваше знание и навыки под экзаменационные требования. Как же проходят у нас занятия вайт-класс? Обычно, естественно, это проходит очно. В наших светлых и комфортных аудиториях в центре Петербурга, возле метро «Спортивное». Но сейчас в связи с общей ситуацией в мире мы перешли, естественно, на дистанционное обучение. И все наши занятия проходят дистанционно в двух вариантах. На двух платформах. Либо на платформе Zoom, как мы с вами сейчас общаемся, либо по Skype. Хочу обратить ваше внимание, что мы ни в коем случае не предлагаем вам онлайн занятий. Когда вы сами заключаетесь к какому-то уроку, смотрите видео, выполняете домашние задания, смотрите следующие видео в своем личном режиме. Нет. Все занятия в i-класс — это живые занятия с живым преподавателем, с которым проходят занятия по расписанию, где вы можете задать все ваши вопросы, получить домашние задания, разобрать во время занятия ваше выполненное домашнее задание, ваше сочинение. Это то же самое, что занятие в аудитории, но дистанционно. При этом, как только ситуация общая разрешится, из дистанционного обучения мы вернемся снова к почному обучению в наших аудиториях. Соответственно, если у вас есть желание присоединиться к нашим занятиям, подготовиться к экзаменам вместе с i-класс, мы будем очень рады вас протектировать, подробнее рассказать про обучение и продолжить тот или иной вариант подготовки. В правой колонке, я надеюсь, вы видите наши контакты, наш сайт, наша страничка в Инстаграме и ВКонтакте, наши телефоны, они по-прежнему работают. Мы на них отвечаем, готовы ответить на все ваши вопросы по телефону. Или готовы прямо сейчас с вами... Так, давайте вернемся к живому разговору. Готовы прямо сейчас с вами... Как мне теперь-то все свернуть? Вот, готовы ответить на все ваши вопросы сейчас по экзаменам, по подготовке, по вступительным требованиям. Давайте обсуждать теперь, что именно вас интересует. Какие-то вопросы у кого-то есть? Можете писать в чат, я буду читать, озвучивать. Никаких вопросов. Всем все понятно? Или просто все отключили... отключили микрофон? Почему речь идет только о выпускниках школ? Нет, милая речь, на самом деле, шла не только о выпускниках школ. Может, так я просто выражалась, более привычно для себя экзамены, экзамены IELTS либо TOEFL, они не только для поступления на бакалавриат, они для поступления на все магистрские программы, в том числе. Экзамены GMAT и GIAREN также для поступления в магистратуру, естественно. Как можно пройти сейчас тестирование? Сейчас тестирование можно пройти по скайпу, соответственно, оно проходит в два этапа. Вы получаете по скайпу тест, который вам необходимо выполнить самостоятельно. Это не онлайн-тестирование, вы выполняете его дома на бумаге, отсылаете нам ваши результаты теста, то есть ваши ответы, мы его проверяем. После этого высылаем вам тему для сочинений, засекаем время четко, 20 минут, за которое вы должны написать сочинение по заданному вопросу. Подслать нам сочинение, мы его проверяем. Тут же проводим с вами онлайн-собеседование по скайпу и разбираем после этого ваши результаты, ваши ошибки в тесте на грамматику, лексику, то, как вы написали сочинение, как можно было бы улучшить ваше сочинение, какие-то еще дополнительные вопросы с вами обсуждаем. После этого озвучиваем, какой у вас сейчас уровень языка, максимально точно, то есть не просто у вас уровень, например, intermediate, а ваш уровень языка intermediate, часть вторая, да, или конец уровня intermediate, начало upper intermediate с проседанием вот таких вот грамматических, например, разделов. И после определения вашего уровня языка дальше мы уже предлагаем вам занятия или вместе с вами разрабатываем индивидуальный план подготовки к экзаменам. Хочу узнать правила поступления второго, то есть, наверное, правила получения второго высшего образования. Мил, у нас сейчас скорее больше вебинар касается именно экзаменов, да, вступительных экзаменов и международных. Что касается правила получения второго высшего образования, я переадресую ваш вопрос моим коллегам, которые занимаются непосредственно поступлением, подбором программ, да, для получения высшего образования за рубежом. Они будут рады ответить на ваш вопрос, проконсультировать вас либо индивидуально по скайпу, либо в онлайн, либо в электронной переписке по вашему вопросу. Пришлите, пожалуйста, в скрытом сообщении ваши контакты, да, что мы могли с вами продолжить беседу по вашей теме, по вашей интересующей вас теме уже один на один. Если уже есть высшее образование, полученное в РФ, процедура поступления отличается. Если мы с вами говорим, если вы планируете после получения высшего образования в России снова поступать на бакалавриат, да, а не на магистратуру, то процедура не отличается. На бакалавриат вы поступаете на основании вашего школьного аттестата в любом случае. Это такая стандартная схема. Конечно же, бывают исключения, да, например, если вы поступаете, в том случае, если вы поступаете, например, в Германию, да, то у вас будет преимущество перед школьниками, потому что у вас есть уже первые два курса университета закончены, тогда вы сможете напрямую поступать на бакалавриат Германии на английский язык. Если же студент поступает в Германию после 11 класса школьной программы, да, то ему сначала придется получить эти два года обучения в УЗИ, и только потом поступать. Но все равно поступление на бакалавриат в основном происходит на основании вашего школьного аттестата. В Ай-классе есть занятие по подготовке к вступительным профильным экзаменам в Финляндии. Не Айлтс-Айти, а именно в вступительном. Да, естественно, в Ай-классе есть подготовка, есть занятие по подготовке именно к экзаменам по специальности для поступления в финские университеты. Есть занятие в групповом формате, есть в индивидуальном формате. Есть программа для 10 класса, для 10-ти классников подготовка. Это занятие по курсу Business General, то есть это основа бизнеса для дальнейшего обучения по этой специальности. Занятие проходит, естественно, на английском языке. И для 11-ти классников подготовка к вступительным экзаменам по специальности в УЗИ в Финляндии начинается уже с сентября. Это полный курс, длится с сентября до середины марта-начала апреля, то есть до самой сдачи экзаменов. Также есть экспресс-курс с января по конец марта для тех, кто не успел вовремя присоединиться к группам. А так рассчитывайте на то, что с начала сентября нужно будет готовиться в групповом или индивидуальном формате непосредственно к экзаменам по специальности Business Engineering, IT, Туризм, Сестринское дело. Некоторые университеты два раза в год начинают обучение, когда нужно подавать документы, чтобы попасть на январский поток. Для того, чтобы попасть на январский поток, документы в основном вам нужно будет подавать в сентябре. Бывают более поздние даты подачи документов, это зависит от программы, от страны, от университета. Но обычно это сентябрь, сентябрь, может быть, октябрь. Опять же, Александра, уточните, пожалуйста, можете в частном сообщении, какие именно страны вас интересуют, какая специальность. Сможем прислать вам более подробную информацию по январскому интейку непосредственно вам на почту. Мила, вашу почту вижу, спасибо большое, записала. Свяжемся с вами в ближайшее самое время. Следующий вопрос. Я уже обучался в iClass, хотелось бы узнать, можно ли бесплатно, без регистрации, на платные курсы языка проверить свой уровень языка у вас. Да, конечно, без проблем. Вы можете прийти протестироваться у нас, пройти комплексное тестирование. Если вы его проходили уже ранее, вот только начать обучение в iClass, вам будет предложено такое же комплексное тестирование, но, естественно, уже другие задания. То есть, если вы писали, например, комплексное тестирование тест-1, то вам будет предложен тест-2, либо тест-3, такой же по формату, но другой по заданиям. Так что, Сергей, обязательно приходите, когда это будет возможно, либо проходите тестирование по скайпу. Вы можете нам позвонить, да, либо написать личное сообщение, чтобы мы с вами связались и назначили время, день и время вашего тестирования. Так, дальше двигаемся. Какие у нас еще есть вопросы? Если какие-то есть вопросы, задавайте, задавайте. Цены на обучение в вашей школе. Цены разные, естественно, зависят от формата занятий, от курса. Индивидуальные занятия, например, индивидуальные занятия по подготовке к экзамену IELTS с преподавателем 1 на 1. Стоимость одного занятия 2 часа – 2600 рублей. Сейчас для новых студентов у нас действует скидка 20% на дистанционные занятия. Соответственно, с учетом скидки у нас будет получаться одно занятие. Сейчас скажу, сколько. 2600, да, минус скидка 20%. 2080 рублей. Мне кажется, я неправильно посчитала, давайте ориентируемся на эти стоимости. Дальше, что касается экзамена IELTS, например, подготовки к группах к этому экзамену, то стоимость занятий в месяц при занятии 2 раза в неделю по 3 академические часа будет составлять 13500 рублей. А так все зависит от курса и от формата занятий. Подробная информация по стоимости есть на нашем сайте iclassdefisstudy.ru в разделе «Стоимость». Также можно найти актуальное расписание по группам. Александр, спасибо. Вашу почту вижу, пришлем информацию. У кого какие еще есть вопросы, давайте обсуждать. Так, сейчас, одну секундочку. Спасибо, спасибо. Что касается еще международных экзаменов, да, естественно, сейчас в связи со всей этой ситуацией, сдача, некоторая дата сдачи экзамена отменены или перенесены на более поздние сроки, ну, это, естественно, временные меры. Мы надеемся, что, и все надеются, что рано или поздно мы сможем сдать все эти экзамены и успешно поступить в университеты. Более того, многие университеты сообщают сейчас, да, что из-за всей этой ситуации они перенесли сроки подачи документов на более поздние. То есть те вузы, например, которые раньше требовали подать документы строго до 15 мая, сейчас готовы принимать документы и в более поздний период времени, до конца июля, некоторые до конца июля, так, чтобы те студенты, которые все-таки хотели бы начать обучение с сентября этого года, смогли сдать экзамены и поступить. К тому же некоторые университеты сейчас вообще отменяют обязательное требование, да, к вашим экзаменам, готовы принимать студентов без экзамена IELTS и TOEFL на основании внутреннего тестирования по английскому языку. А многие вузы, опять же, чтобы студентам дать возможность начать обучение с сентября, продлевают не только сроки подачи документов и упрощают систему подачи документов, но и предлагают дополнительные скидки на обучение, дополнительные стипендии. Поэтому мне кажется, что если вы рассматриваете все-таки вариант начала обучения с сентября этого года, не стоит от него сейчас отказываться. Наверное, есть все-таки смысл выбирать программу, университеты, подавать документы, а дальше действовать по обстановке, по ситуации. К тому же все вузы практически сейчас объявили о том, что при желании, если сейчас, например, подаете документы, оплатите обучение, но что-то пойдет не так, или вы просто передумаете, вы сможете полностью вернуть все оплаченную сумму или перенести ваш старт обучения на более поздние сроки. С сентября на январь, если программа этого позволяет, или с сентября 2020 года на сентябрь 2021 года. Поэтому сейчас все вузы предлагают максимально щедящие сроки, условия поступления и дополнительные скидки и стипендии. У кого еще какие есть вопросы, готовы еще на них отвечать? Давайте я еще раз делаю… Так, сейчас попробуем. Покажу вам наши контакты. Видите, справа… Видно же, надеюсь, да, всем контакты? Наш адрес электронной почты, наши телефоны, вы можете звонить на них прямо сейчас. На все телефоны мы постоянно отвечаем. Также обратите внимание, сейчас я промотаю на самое начало, чтобы вы могли увидеть непосредственно мой адрес. Как все медленно делается? Сейчас, одну секундочку. Мой адрес электронной почты. Вы также можете задавать все ваши вопросы, самые сложные, самые простые, любые ваши вопросы, непосредственно мне по электронной почте, которая сейчас появится. Здесь тоже указана общая электронная почта, которая появилась все равно на ваших экранах iClasssobakaiclass.ru, либо электронная почта e.beredinasobakaiclass.ru. Сейчас я напишу ее в нашем общем чате, чтобы вы тоже могли все увидеть. Сейчас, одну секундочку. Я уже почти разобралась с зумом, осталось чуть-чуть. Если есть какие-то вопросы, задавайте, задавайте, задавайте. Пока я пытаюсь вернуться на площадку зум. Так, соответственно, моя почта, сейчас вы увидите ее в чате, вы можете задавать на нее тоже все ваши вопросы. Мне подсказывают, как отменить демонстрацию экрана. У меня ничего. О, я увидела, что нужно сделать. Ура, спасибо вам большое за подсказку. Снежана, спасибо большое. Так, вот мой адрес электронной почты, теперь его точно увидят все. И на всякий случай еще раз дублирую контактный телефон, по которому вы можете всегда связаться с образователем центра iClassso, чтобы задать все ваши вопросы по поступлению, по подготовке к экзаменам, по стипендиям, по обучению в разных странах, Великобритания, США, Финляндия, Голландия, Германия, Венгрия, Испания, Италия, все-все-все страны, где есть программы обучения на английском языке. Все, наверное, на этом мы закончим наш сегодняшний вебинар. Спасибо вам большое за внимание. Мы в ближайшее время проведем еще много полезных вебинаров по образованию за рубежом, по стипендиям, по программам со стартом обучения с января 2021 года. Вебинар полезен отдельно для школьников 10-х классов, что нужно делать и когда, чтобы в 2021 году поступить. А также полезный вебинар «Ваши вопросы и наши ответы», где вы сможете узнать последнюю информацию, последние новости от университетов, от экзаменационных центров о том, что нам делать всем сейчас в этой ситуации. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Всегда будем рады вам помочь. И оставайтесь на связи. Все, всем спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok